Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. С 1 апреля увеличится базовая арендная величина. А с завтрашнего дня на 9% вырастут услуги почтовой связи. В Беларуси планируется упростить процедуру строительства индивидуального жилья. Аквапарк, Танхаус, новые гипермаркеты. Какие инвестпроекты в ближайшие годы будут реализованы в Гомеле? Комментарии специалиста. И напоследок анализ цен на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до 15 рублей 20 копеек. Сейчас она составляет 13,6 рубля. Данная величина применяется в расчетах платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций находятся в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц. А также машина мест и их частей, включая капитальное строение, изолированное помещение, их части на рынках и в торговых центрах. А с завтрашнего дня на 9% вырастут услуги почтовой связи. Дороже станет пересылка по стране писем или бандеролей, как для граждан, так и для юрлиц. В то же время снижается стоимость пересылки ЕМС-сообщений в Россию. В частности, стоимость пересылки по республике писем, почтовых карточек и бандеролей весом до 20 граммов увеличится с 36 до 42 копеек. Эти же услуги для юрлиц подорожают с 30 до 35 копеек. В последний раз тарифы на эти услуги повышались почти два года назад. Вместе с тем изменяются и тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, в том числе на пересылку международных почтовых отправлений. Продолжаем выпуск. В Беларуси планируется упростить процедуру строительства индивидуального жилья. Об этом сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич. Так предполагается, что в жилищном фонде принимать решение по всем вопросам будет главный архитектор района. И по размещению объектов, и по вопросам пожарной и санитарной безопасности, и многим другим. Новое жилищное строительство будет осуществляться по градостроительным паспортам. По мнению замминистра, человек не должен знать все требования жилищного кодекса и строительных стандартов. У него будет градостроительный паспорт, в котором будут четко прописаны все его права и обязанности. Этот документ будет вручать исполком на аукционе или просто при предоставлении участка. Таким образом, удастся избежать огромного количества процедур, когда люди за строительство сарая, навеса вынуждены просиживать в очереди в исполкомах, получая на них разрешение. В продолжении строительной темы. Аквапарк, таунхаус, новые гипермаркеты. Это только некоторые объекты, которые по плану должны в ближайшие годы появиться в Гомеле. Площадки под будущую застройку давно определены. Дело за инвесторами. Наша съемочная бригада побыла на месте будущих сооружений. Причем некоторые из них уже давно у всех на слуху. Думаю, каждый слышал, что со временем будет снесен привокзальный рынок. В планах возвести здесь многофункциональный торгово-развлекательный центр или административное здание с объектами общественного питания. Еще одно интересное инвест-предложение – площадка около Центрального парка. На улице Комиссарова, недалеко от больницы, скорой медицинской помощи. Тут такие же варианты для строительства, как и на месте привокзального рынка. Но плюс еще один – возведение многоэтажного дома. А недалеко от Ледового дворца обещают построить аквапарк. Город с нетерпением ждет своего инвестора. Горожане возможности насладиться таким видом отдыха. Потому что ехать в Жлобинск или столичный аквапарк – вариант далеко не для каждого. В землеустроительной службе говорят, что это очень удобное место не только территориально, но еще не обременено строениями. То есть сносить здесь ничего не надо. А это большая экономия средств. Далее. Территория грибной базы около клуба «Немо» предлагается под строительство отеля. На бульваре газеты «Гомельская правда» в 18-м микрорайоне должен появиться гипермаркет. А на улице Кожара – таунхаус. Понятно, что в сложной экономической ситуации непросто найти тех, кто вложит капитал даже в реализацию очень перспективных и окупаемых проектов. Поэтому государство предоставляет потенциальным партнерам различные преференции. В первую очередь, это то, что инвестор получает бесплатно земельный участок. В первое время он не платит определенные виды налогов, то есть земельный налог не платит. Не платит за право заключения договора аренды земельного участка, плату не вносит. Также есть определенные льготы преференции в части ввоза какого-либо оборудования для функционирования этого объекта. То есть государством созданы такие условия, что мы заинтересовали инвестора максимально, скажем так. Есть у нас такие, скажем так, достаточно хорошие примеры, которые показывают, что реализация этих инвестор-договоров возможна. И инвесторы заинтересованы в этом. Недавно были заключены инвестор-договоры на строительство автомойок, на сети автомойок в городе Гомеле. Постоянно мы обновляем эту информацию для инвесторов. То есть если инвестор заинтересовался какими-либо участками, для производства, для торговли или еще для чего-то, город с полкомом, с область полкомом, скажем так, всегда идут навстречу. Болезненный вопрос, актуальный для жителей Любинского микрорайона, закрытый Быховский рынок. Давно обещали, что там будет построен гипермаркет. Но пока видимых простому обывателю сдвигов в этом направлении нет. Но оказывается, утверждают в городской землеустроительной службе, лед, как говорится, тронулся. То, что касаемо участка, расположенного по улице Быховской, значит, этот участок был приобретен с аукционных торгов компания «Юнифуд», сеть магазинов «Алми». В данный момент прошло экспертное заключение, значит, они готовы, в принципе, строиться. Ну, ждем. Мы всячески, скажем так, с ними держим контакт и пытаемся их ускорить этот процесс. Кстати, несмотря на то, что каждый потенциальный инвестор для экономики региона, буквально говоря, на вес золота, любая кандидатура рассматривается очень тщательно. А если их несколько на один проект, то, конечно, принцип первенства не работает. Получит землю тот инвестор, кто предложит самое интересное и перспективное воплощение проекта. Да еще пообещает создать большее количество рабочих мест. Мы хотим видеть свой город красивым в первую очередь. И, допустим, на месте старой какой-то застройки, то есть, ну, вы знаете, эти старые дома, вот эти-то разрушившиеся, улица Барыкина сейчас у нас преображается. Планируется ряд улиц также облагородить путем строительства многоквартирных жилых домов вдоль этих улиц. То есть, ну, город пытается как-то делать, но одним из, скажем так, возможностей наименьших затрат и облагораживания города Гомеля путем создания рабочих мест и какой-то инфраструктуры города является это выставление участков в мест договора. То есть, ну, это все предусмотрено как бы планом детального планирования города Гомеля. И там, где мы выставляем тот или определенный участок в мест договора, там предусмотрено, кстати, например, магазины. Ну, понятно, что город сам не будет строить магазин. Ну, должен прийти какой-то человек, который его построит. Кстати, на территории города сейчас реализуется почти два десятка строительных инвест-договоров. В пересчете на доллары речь идет об общей сумме почти в 190 миллионов. Примерно столько же договоров на сумму почти в 100 миллионов долларов завершено. И еще более 20-ти расторгнуто. Благодаря реализации инвестиционных строительных проектов в областном центре было создано более 1300 рабочих мест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В большом ассортименте саженцы малины цены разные. Можно купить десяток за 10 рублей, можно и один за такую же сумму. Продавцы поясняют, что все зависит от сорта и плодоносности. Например, английские сорта дают урожай гораздо раньше, чем, например, российские и польские. И о других ценах. Куст ранней клубники всего рубль, крыжовника 5, голубики 8, жимолости 10. Смородины от 2,5 до 5 рублей. Саженец яблони от 7 до 10 рублей. Груши от 10 до 12. Слива стоит 12 рублей. Вишня 10. Черешня 14. Абрикос от 15 до 25 рублей. Персик от 18 до 25. Барбарис от 5 до 10 рублей. На этом у меня все. Встретимся через неделю.